Всем привет, с вами Алекс, и в этом видео мы вместе с вами посмотрим на бюджетный планшет от компании Oppo, и называется он Oppo Pad Air. Всем приятного просмотра, и мы начинаем. Поехали! И начнем с комплектации. Поставляется планшет вот в такой вот фирменной коробке, и сделана действительно качественно. В ней, помимо самого планшета, находится скрепка для извлечения лотка под карту памяти microSD, документация, блок питания, он здесь на 18 ватт, и кабель USB Type-C на USB-A для зарядки и передачи данных. Далее переходим к самому планшету, и начнем, как обычно, с внешнего вида и материалов корпуса. Весь корпус полностью сделан из металла. На задней части есть вот такая вот небольшая пластиковая вставка, она текстурирована в виде таких волн, и выглядит действительно здорово. И в плане дизайна можно сказать, что планшет сделан очень даже неплохо, особенно для своей ценовой категории. Снизу находится порт USB Type-C, два динамика, справа две кнопки для регулировки громкости, также два микрофона и лоток для карты памяти microSD, ну и сверху есть тоже два динамика и кнопка питания. В руках планшет держать удобно, он достаточно легкий, всего 440 грамм, и также у него небольшая толщина 6,9 миллиметра. Далее переходим к экрану, здесь установлена IPS-матрица на 10,36 дюйма с разрешением 2000 на 1200 пикселей. Частота обновления, к сожалению, 60 герц, пусть это и бюджетный планшет, но все-таки хотелось бы уже видеть 90. Ну а в плане цветопередачи все хорошо, игры, сериалы, какие-то фильмы смотрятся здесь отлично, хотя можно было бы к чему-то придраться, но все-таки если учитывать сколько стоит Pad Air, я думаю в этом нет никакого смысла. Ну а вот яркости немного не хватило, да, для использования в каком-то помещении, например на работе, дома, на учебе, ее будет более чем достаточно, а для использования на улице хотелось бы, чтобы яркость была немного выше. Хотя опять же все зависит от сценариев использования, потому что я, например, планшетом пользуюсь только дома, да, иногда бывает такое, что я уберу куда-то с собой, но это случается крайне редко, поэтому мне яркости более чем достаточно, я смотрел на нем фильмы, сериалы, аниме, пользовался браузером, играл, и я не испытывал никаких проблем, что мне ее не хватало, даже иногда немного снижал. Что касается методов разблокировки, здесь, к сожалению, нету сканера отпечатков пальцев ни под экраном, ни в кнопке, но зато хорошо работает распознавание по лицу, как в вертикальном, так и горизонтальном режиме. Хотя стоит отметить, если вы носите очки, если вы зарегистрировали свое лицо вместе с ними, то при снятии у вас могут возникнуть проблемы с разблокировкой, планшет может вас просто не узнать. Далее переходим к камерам, и для меня это всегда самая скучная часть при обзоре планшета, потому что я просто не понимаю, зачем в такие устройства ставить какие-то навороченные модули. На мой взгляд, в планшете должна быть просто нормальная камера для проведения видеоконференции, чтобы можно было сфоткать по-быстрому какие-то документы и кому-то отправить. Для каких-то других задач я ее никогда не использую, хотя вы можете написать в комментариях, нужна ли вам хорошая камера в планшете и зачем. Но возвращаясь к Oppo Pad Air, я могу сказать, что с этими задачами данный планшет справляется на 100%. Здесь установлена фронталка на 5 мегапикселей и основной модуль на 8. И единственный недостаток, который я хотел бы отметить, так это отсутствие вспышки. Вот ее действительно не хватает. Снимаю я в совершенно обычных условиях, как в принципе и большинство людей, которые будут пользоваться данным планшетом. У меня выключен софтбокс, и звук пишется с микрофонов, которые встроены в данный планшет. Как вам качество, можете написать в комментариях. И отдельно хотелось бы отметить расположение камеры, потому что когда вы держите планшет горизонтально, она находится по центру. Это действительно удобно. Ну и теперь пришло время поговорить о динамиках. Несмотря на то, что это бюджетное устройство, их здесь 4, и у них есть поддержка Dolby Atmos. Я не могу сказать, что здесь какое-то невероятное качество звука, потому что я слышал планшеты, где он был и получше. Правда, и стоили они, как правило, в 3-4 раза дороже. Но в любом случае, здесь полноценное стерео, звук достаточно чистый, чувствуется объем. Здесь есть Dolby Atmos, как я уже и говорил, и громкости хватает. Как по мне, в данной ценовой категории звук отличный для игр, фильмов и сериалов более чем достаточно. Что касается автономности, здесь установлена батарея на 7100 мАч и заряжается планшет от 18-ваттного комплектного адаптера. На полную зарядку от 0 до 100% уходит немало времени, больше чем 2,5 часа, ну и проработает планшет в смешанном режиме примерно 5-6 часов. Я, например, играл, пользовался браузером, ютубом, соцсетями и всё это на достаточно высокой яркости. Ну и переходим к самому интересному, это производительность. В Oppo Pad Air установлен процессор Snapdragon 680, 4 гигабайта оперативной памяти и 64 встроенной. Есть поддержка microSD и работает планшет на Android 12 с оболочкой ColorOS. Результаты всех тестов у вас на экране это Geekbench, Antutu и также тест на троттлинг. Что касается реального использования, всё работает достаточно быстро, система хорошо оптимизирована, основные приложения запускаются практически без тормозов. Ну а если говорить о каких-то уже более требовательных задачах, например, играх, то здесь вы должны понимать, что это бюджетный планшет. Здесь установлено соответствующее железо и во что-то тяжёлое здесь можно поиграть, но на средних либо минимальных настройках графики. Хотя и бывают исключения и какие-то тяжёлые игры можно запустить даже на высоких. Но в целом поиграть можно, я даже запустил несколько игр и они работали нормально. Ну и пару слов о системе. Как я уже и сказал, планшет работает на Android 12 с оболочкой ColorOS. И могу сказать, что система хорошо оптимизирована, она красивая, удобная, функциональная, в принципе, как и всегда с гаджетами Oppo, потому что это далеко не первый продукт от этой компании, который я тестирую. Но и также мне понравилось, что здесь есть функция разделения экрана для одновременного использования нескольких приложений и также функция картинка в картинке, чтобы открывать какое-то приложение поверх другого. Ну и пришло время подводить итоги. Oppo Pad Air это классный планшет за свою цену, а стоит он примерно 22-23 тысячи рублей у нас на российском рынке, потому что у него классный дизайн, полностью металлический корпус, что, согласитесь, круто. Также хороший дисплей, нормальная производительность, отличный звук. И если вам нужно устройство для того, чтобы поиграть, посмотреть какие-то фильмы, сериалы, посидеть в браузере, попереписываться в мессенджерах, мне кажется, это отличный вариант. Ну а если вам нужен гаджет уже для каких-то более профессиональных задач, например, дизайна, видеомонтажа и так далее, тогда лучше посмотреть в сторону более дорогих моделей. И я на этом буду заканчивать. Надеюсь, что вам понравилось данное видео. Обязательно поставьте под ним лайк, подпишитесь на канал, оставьте классный комментарий. Ну а с вами был Алекс, всем удачи и пока! Субтитры сделал DimaTorzok